Продолжение следует... Давай, три попытки тебе даю. Определись, что может быть на голове у меня. Ну, я не знаю. Может быть, кастрюлю поменяли. А может быть, евреев много приехало. Я не знаю. Две попытки пока в минус. Давай, третье. А что такое? Я в тебя верю. Американский блогер под украинским прапором. Ну, что за дела? Почему нет? Украинец по жене. А, вон она что. Ну, как говорится, я не знаю, сочувствовать или радоваться. Что мне выразить? Ну, не надо жить этапами, знаете, периодами истории. Надо брать все в общем. То есть, сейчас ругаете, завтра будете друзья, будете мирно жить. Опять же, друг к другу ездить, сало кушать. У нас сало уже есть. Я не знаю, когда я туда поеду, конечно. Чтобы покушать там сало. Ну, не сало, что-нибудь другое покушать. А что там еще есть? Борщ поедите. Вот там ЮНЕСКО зарегистрирован, что только их борщ. Самый борщ и вы борщ. У нас нету проблем все равно. Пусть у ЮНЕСКО там, да, как-то это самое. Я даже не знаю, чем нас заманят украинцы теперь вот туда. Хотя они нас видеть-то все равно не хотят же, как бы, такое оно дело. Ну, это сейчас не хотят. Это в этот период истории. А что дальше посмотреть? И снова друзья, братья навек. А, ну это да, навек, да. Ну, не можете, чтобы быть, всегда ругаться, правильно? Навек, навек это сколько так? На сто лет, да, получается, где-то? Ну, каждые сто лет вот такие периоды происходят, когда в Россию кто-то приходит, отхватывает и потом уходит. Так, скажем, вот, что это вы нас бросили? Мы скажем, ну, так же написано, друзья навек. Вот, прошел же век, все, теперь как бы. Ну, перерыв, да, потом снова навек. Ну, в рот, брось, да. Да, я понял. Короче, да, я понял. Ну, так и есть. Надеюсь, что так и будет. Да, конечно будет. А как по-другому может быть? Может быть по-другому. Может быть как с Израилем и палестинцами. Ну, хотя там, конечно, глубже, конечно, проблемы. Там тоже, там тоже, как братья навек, двоюродные, правда. Ну, тоже. Я думаю, я думаю, что мы можем оставить просто часть Украины, как Украину. Ну, в смысле, как государство. Ну, то есть, как вот русофобское государство. Да, без оружия, там, без ядерного статуса, вне блокового статуса, да, но оставить, чтобы оно было. Чтобы оно снова разрослось в большое русофобское, да? Русофобское вообще нельзя оставить. Зачем? Ну, их оставить, чтобы они были... Потому что у них же есть друзья, там, вот, поляки, например, да? Чтобы они, как бы, там вместе друг друга, как говорится, лечили. У них есть что-то показать. Вот, это самое главное. А поляки, как бы, они, вот, как-то должны ужиться будут с ними. Не, русофобию оставлять нельзя ни мало, ни много, вообще нисколько. А, ну, тогда нам весь мир придется... Потому что мало, и оно прорастает в большое со временем. То есть, в свое время осталось. Сейчас Израиль сказал, что он нам покажет. Как бы, что туда тоже пойдем? Куда покажет? В Израиль. Там жарко. Ну, я тоже думаю. Русофобию оставлять нельзя, но ее невозможно искоренить, потому что есть те, которым русские все время на хвост наступают. Кто вам сказал, что в Израиле русофобия? Ну, как? Мы же не поддерживаем Израиль в его, как говорится, этих действиях. И что, вас сразу же возненавидели, что ли? И все, и все, там же выступил недавно. Кто выступил? Скажите мне, как же он у них там... Ведущий, знаменитый ведущий, он у них топовый ведущий. Ну, и флаг ему... Как наш Соловьев, может быть. Флаг ему в руки. Вы своему Соловьеву сильно верите? Сказал, мы вернем, мы сначала сейчас полисти не дадим, а потом придем, короче, и вам это... Еще вспомним, короче, и русским, за то, что вы не поддержали нас и за то, что вы, типа, за Палестину, вот так. Он прям ругался, прям, вообще, гневно. Да бросьте. А зачем вы вообще сторону берете? Это у вас касается, вообще. Конечно, напрямую. Как? А что? Мы должны в стороне остаться, что ли? А как? Мы не можем так. Мы не можем. Везде, где ваше государство участвует... Вот везде, где ваш гегемонт свои грязные лапы засовывает, везде мы должны ему ставить палки в колеса. Если он хочет рассорить между собой народы Ближнего Востока, то мы должны там утихомирить. Тогда вопрос... Иначе мы пожмем бурю оттуда. Почему ваше государство выбрало нейтралитет в этом случае? Это логично. Официально мы выбрали нейтралитет, потому что это вообще не понять, что. Это же не война, это же какой-то там очередная спецоперация от какого-то там государства, которое, значит, хочет уничтожить непонятно кого. Хамас, они или всех палестинцев, или вообще разжечь войну, или бомбить Сирию, или там Египет. Они же там на всех пытаются... Тем более, вы видите, как вы не знаете, что там происходит. Я тоже не знаю. Да, поэтому мы официально держим нейтралитет, это нормально. И это правильно. А вы же сейчас не держите нейтралитет? Но мы должны помогать. Мы должны помогать. Кому? Если потенциальные наши не друзья, Соединенные Штаты, Британия, значит, кто бы там ни был, они, значит, помогают определенным товарищам, то мы должны помогать другим товарищам. Это же политика Советского Союза. Да, но это было, когда было в мире две части. Мир делился на две части. Правильно? Когда он был двухполярный. Американцы уже распределили нас на две части. Вот недавно они заявили, Байден там, и же с ним заявили же у вас, что есть ось зла. Вот есть силы света, как они себя определили, да? Голосование даже запустили. Это вот эти вот все цивилизованные страны с Израилем. А есть ось зла. Китай, там Иран, Россия, там КНДР, там и все, кто поддерживает, типа Палестину. Они нас уже туда запихнули. А когда вы не были ось зла? Ну, вообще, наоборот, всегда, как бы, ось добра. Но если они хотят... А, нет, ну для них, я имею в виду для них. Когда вы не были ось зла? А, для них когда? В 47-м, наверное, до 50-го года, еще мы хорошие отношения имели с Соединенными Штатами, в том числе. Хотя, понятно, что британцы подливали. Ну, вот я смотрел фильм, например, в 47-го года, американский. Про, кто такие русские, там называется фильм. И про то, как русские, значит, сломали хребет Гитлеру. Они тогда признавали, что именно Советский Союз это сделал. И там очень такой хороший фильм, черно-белый еще, 47-го года. Если будет возможность, посмотрите. Там именно 47-й год, и там показано, кто такие русские. Это вот эти вот, которые там на севере, якуты, или те, которые там, кавказцы, или те, которые там, значит, там все народы показаны, значит, да, и что такие русские объяснено. И почему они сильны вместе, да, дружно. Там очень хороший фильм. Такой, если бы я, будучи американцем, его посмотрел, я бы непременно захотел съездить в Россию, чтобы все это увидеть. Ну, и про то, как русский народ выстоял против всей Объединенной Европы. Там вот прям все так и говорится. Это был период краткий, когда мы, скажем так, вот как союзники выступали. Друзья, назовем так. Вы знаете, я вам так скажу, что взрослое поколение, то есть не молодое поколение, которое сейчас в школе учится, где историю немножко коверкают. Взрослое поколение, вот мое поколение, может, чуть моложе, все прекрасно понимают, кто такие русские, кто такой Россия, что такое Россия. Никакой ненависти здесь нету, ни к русским, ни к России на среднестатистическом уровне. То, что у вас там по телевизору тоже разгоняют, вот эту глупость, и знаете, ну, это разгоняют по телевизору. Я, конечно, сейчас ничего не могу вам доказать. Александр, я сейчас... Сейчас, одну секунду. Я, конечно, не могу ничего вам доказать, потому что против пропаганды таких монстров я не могу идти. Я говорю то, что я вижу здесь. Понимаете, вот здесь, на общем таком уровне. Я поеду в любой штат, и нигде на меня не смотрят, и там русские, там, знаешь, прячут деньги, или еще что-то. Нет. Все нормально. Общение нормальное, отношения людей нормальные, простых. На государственном уровне, да, ну, так сложилось, слушайте. Вы договариваться, значит, не можете. И они не могут. Я имею в виду, вы говорю, а они вот, ну, наверху. Вы сейчас вот, когда начали говорить, я вот вернусь, когда вы начали говорить про, ну, вот этот вот, изначальный спич ваш. Я прям вот сразу вспомнил вот Украину образца 12-13 года, 10-го еще года еще, когда вот обычные граждане, или 91-го года, когда опрос был, а как вы будете, там, мы будем дружить, там, с Россией, помните все эти видео, когда они там референдум готовили по отделению, как они будут там говорить. Потом, да нет, да что вы там, у нас никогда не будет ненависти между братьями, мы же взрослые люди, мы все понимаем, говорили тогда. Потихоньку, потихоньку работа шла, шла, они говорили, да нет, это там между нами политики шкубаются, а мы-то, как бы, мы родня, и все дела у нас там, в России русские наши родственники, здесь вот Украины, в Украине родственники, да, вот мы между собой никогда не будем, как бы, это все шло, 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 год за годом, год за годом, значит, а потом бац, и как-то получилось, что бац, и перестали звонить родственникам, ах вы, москалии, кацапы, значит, понимаете, поэтому я не верю в то, что, скажем, адекватность народа, как говорится, я знаю, что есть очень хорошая пропаганда, которая может родственников, родственников, разрывать в клочья между собой, и мы это видим сегодня, ну, прямо вживую, нам разорвали нашу Украину, кровушку нашу, где очень близкие родственники, чего уж там говорить про Соединенные Штаты, если у вас там вот эта геббельская пропаганда включится, у вас очень быстро появятся, как говорится, кастрюля головы, которые будут ненавидеть Россию всей душой, ну, они и так, в принципе, в 2014 году проявили себя неплохо, многие наши уехавшие оттуда кричали, что Путина надо снести, прям, я смотрел, это люди, которые русские, из Челябинска, куда-то там, уехали в 90-е годы, они кричали, как это все, как это все ненавистно им в России, путинский режим, седем в помене. или я прошу прощения, где? Ну, вот, когда вот эта Петрушка началась в 2014 году, Крым, вот эта вся пропаганда, я видел вот интервью, русскоязычное интервью, где вот там, не Брайтон, где-то вот районы, где они там обитают, да, вот приблизительно, анклавы русские, да, у людей берут интервью и с 10 человек, ну, может, это выборочно, опять же, тоже подстава какая-то, но из 10 человек, 7-8 человек говорят, что мы осуждаем Путина, короче, с его закладом Крыма и все такое. Даже если взять, как вы говорите, Брайтон-Бич, Брайтон-Бич в телефонных книгах называются, наверное, зовется, вот знаете, как районы какие-то называются, названия, вот Брайтон-Бич, у него название официальное, в телефонной книге было Little Odessa, маленькая Одесса, понимаете, то есть, большая популяция людей здесь, выходцы были с Украины, сейчас, я не знаю, кто там, я понимаю, то есть большая, ну, да, я понял, но при этом, в то время в Одессе такой риторики открытой не было еще в 2014 году. Меня тоже многое удивляет по поводу флагов и все остальное, так вот я вам говорю, на среднестатистическом уровне, вот, я путешествую по штатам много, и нигде, нигде, ни неприязни в свой адрес не слышал, потому что, когда обращаются, знаете, я скажу, поехать туда, в Центральную Америку, куда-нибудь подальше от океанов, знаете, от больших городов, то для них, ты скажешь, я украинец, к примеру, что это такое, скажешь, я русский, а не знаю, понимаете, то есть, вот это вот, Russian, они знают, хорошо, Ukrainian, где это, покажи, расскажи. Теперь уже знают. Нет, я вам скажу, здесь, по поводу пропаганды, иногда так кажется, что пропаганда здесь, настолько по барабану среднестатистическому человеку, ну, посмотрят они CNN, да, вот там, русские там напали, да, ну, вот посмотрел он 10 минут, заходит муж в комнату, так, давай, переключай, там бейсбол идет, переключают, и вот это вот то, что было сейчас, оно отключилось, он переключился на бейсбол, понимаете? Все верно, все верно, и этого достаточно, и этого достаточно, чтобы он платил налоги на вооружение Украины, ну, все, ему, главное, понял, куда он платит. Слушай, вы сейчас, вы сейчас, вы сейчас, вот ваша риторика сейчас, то, что я слышу, кстати, от ваших соседей по глобусу, когда я их встречаю, спасибо за то, что платишь налоги, так вот, я вам объясняю, в моей, в моей налоговой декларации нету пункта на Украину, это раз, налоги, которые мы платим в сторону Украины, идет федеральный налог, который у нас там, ставка 17%, по-моему, я не знаю, не было бы Украины, было бы еще что-то, налоги ты обязан платить, это ты не выбираешь, понимаете? ты не выбираешь, ты должен платить, и ты будешь их платить, поэтому мы время от времени выбираем наших руководителей, ну, иногда не везет, вот такое получается, что сделаешь, ну, в следующий раз выберем другого. Так я же, я же понимаю, что вы же там, не самолично пунктик ставите, платить Украине или нет. Я бы наоборот рад, если бы появился этот пункт. Они делают свое дело, ваши правители, и при этом просто им нужно в общество вбрасывать, так сказать, запрос на это, да, они просто его создают в обществе, вбрасывают пропагандой, что, если Украина, и за нее надо платить, как бы, да, чтобы человеки просто дальше продолжали бейсбол смотреть молча. Вы заметили сейчас, какая риторика пошла? Сейчас вот наш президент обратился к народу, потому что, понимаете, напрямую к Конгрессу обратиться, пошлют нахер, извиняюсь за выражение, обратился к народу и обратился не к тому, что теперь там кто-то спасает весь мир от коричневой чумы или еще от чего-то, а обратился с таким этим, с такой риторикой, что, ребят, это хорошая инвестиция в счет будущих поколений Соединенных Штатов, то есть бизнес nothing personal, ничего личного, бизнес и все, понимаете, а люди, опять же, когда дело переходит в бизнес, люди хотят смотреть, какие дивиденды от их инвестиций. Сейчас дивидендов с той стороны нет и люди начинают задаваться вопросом, а почему туда платим, если нет возврата, понимаете, это вот цинично звучит, но эта игра сыграла злую шутку, скажем, с нашим руководством, потому что результата действительно нет. Нет, нет, результат-то есть, если бы ваше общество, я имею в виду те, которые задают вопросы, были бы политизированы и понимали, что именно приобретает Соединенные Штаты, просто они интересуются только бейсболом, а если бы они понимали, какие выгоды для блока в целом НАТО и для западного мира и для чего это все делается, то они бы сказали, да, да, продолжай там давить, хорошо, мы же понимаем, что вопрос стоит в нашем экономическом части. Если бы они были политизированы, это могло бы сыграть с вами как хорошую, так и злую шутку, поэтому так как оно есть, оно идет неплохо, понимаете, нейтральность, это лучше, тогда если бы было политизировано, тогда был бы полнейший фанатизм, и фанатизм, возможно, был бы даже не на стороне, там, скажем, той, которую бы вы хотели, фанатизм был бы на другой стороне, и скажем, давайте, надо давать больше, понимаете. Фанатизм есть, в Соединенных Штатах фанатизм это деньги, если это принесет деньги, то будут, как говорится, инвестировать, это же понятно. В свое время кто-то из великолепных... Но мы, но мы можем, повторюсь, сделать вам это убыточным. Да, пожалуйста, слушайте, игра, игра, слушайте, игра идет, игра идет. Сказали, что хорош, хорош, хватит. Попробуйте. Вы думаете, я радуюсь тому, что происходит? Я не радуюсь, меня абсолютно не радует, не то, что оружие посылают, от которого гибнут, мирные люди, не то, что деньги посылают, которые разворовываются. Думаете, меня это радует, оно меня абсолютно не радует. Александр, вы живете в стране, которая занимается уже, наверное, десятки лет такой политикой. И что? Это же не сегодня вот с Украины началось. Вас до этого все устраивало? Нет, конечно. Нет, конечно. Почему вы сейчас только об этом говорите? Потому что, в смысле, до этого все что? Тайвань? Нет, почему это десятки лет назад не начало? Почему десятки лет на счет этого не начали говорить? При Советском Союзе. Самоактивно мы начали и Северной Кореи, Вьетнаме, везде наше присутствие. Не, подождите, это понятно. А что? Что еще нужно было? Ну, куда круче-то уже? Не, ну, как куда круче? Там что? Время Советского Союза никто ничего не говорил этим товарищам. И что, много сказали? Конечно. Был паритет. Все это время между Советским Союзом и Соединенных Штатами был паритет. Есть релесть вся, что был паритет. То есть разделили... Когда они в следующий раз думали, где что сделать, они задумались, а есть же Советский Союз, а вот он вдруг туда что пошлет. А потом... Вот сейчас они почему боятся на Ливан напасть? Потому что, а вдруг там российские бастионы появятся. Ну, мало ли что. И какой-нибудь авианосица. Ну, и чем это закончится? Закончится тем, что сметут Ливан. Будут говорить, что здесь был Ливан, не дай бог. Ну, и может, пара авианосцев. Ну, и хорошо. Это стоит того. Ну, у них нету потенциала, чтобы смести Ливан. Но нанести непоправимый ущерб Ливана есть, конечно. Ну, вот поэтому надо как-то пытаться, знаете, чтобы не довести до такого там... То есть ставки. Спасти Ливан, что ли? Как Ливан и так растопчут. Если мы вмешаемся или не вмешаемся, все равно они решат сами. Я думаю, спасти всех вокруг. Как-то сесть и начать договариваться, а не искать, кто кого сильнее побьет. Яйцами. Вот этим и занимаемся. А вы как-то видите политику России другой? Я что-то сказал про политику России. Я, наоборот, сделал вам комплимент, что ваше государство приняло нейтральную позицию. Это, наоборот, был комплимент. А вот, да. А как сесть договариваться с тем, кто не хочет договариваться? Правильно, я вас поддерживаю. Надо сесть и договориться. А как? Вот, значит, время не пришло. Время придет, значит, будут договариваться. Понятно. Что нам еще сделать? Как нам еще прогнуться под дядю Сэму? Можете посоветовать? Не надо ни в коем не дне. Кто вам сказал прогинаться? Наоборот, прелесть в том, чтобы не прогинаться, мир должен быть, как я уже до этого говорил, мир должен быть двухполярным. Не многополярным, а двухполярным. Он не может быть многополярным. Априори. Есть плюс, есть минус. Есть хороший, есть плохой. Все, кто между, они будут перетянуты либо на одну, либо на другую сторону. Мир не может быть многополярным. Ну, сейчас же так и происходит. Видите? Мы же с вами обсудили, что уже нас разделили, где ось зла, а где, значит, это стилы добра. Они сами расставили свои приоритеты. Правильно. Теперь осталось. Пока гегемонт опускается, будет мир двуполярным. А вот когда устаканится вопрос, там мы можем говорить о многополярности. А сейчас нет, конечно. Теперь вы определились. Теперь осталось только принять друг друга такими, какие есть. И тогда можно будет сесть и договариваться. С кем? Кто будет? Двое сильнейших. Двое сильнейших? Ну, я не думаю, что будет какое-то конкретное. Будет мы, Китай, Иран, там, Россия. Брикс. А и будут они атлантические. Вот. Видите? Это двое сильнейших. Вы, как, я просто не знаю, как это. Вы вроде вы и не вы. Мы и вы, какая разница? Мы и я сделаю. Вы атланты, а мы, значит, из Брикс. Ну, да, то есть двое сильнейших, опять же. Это может быть объединение, это могут быть отдельные государства. Ну, мы-то готовы. Мы готовы решать вопросы Тайваня, Закавказья, там, значит. По поводу Тайваня, мне знаете, что кажется? Я недавно с одним корейцем разговаривал, мне его идея понравилась, причем кореец Южной Кореи такой, ну, наш, бывший кореец, уехавший, живущий в Южной Корее. Так вот, мысль сводилась к тому, что, что тайваньцы считают себя Китаем, что китайцы считают Тайвань Китаем. То есть, они не говорят, что мы отдельно. Никто никогда не заявлял, как ваши соседи по глобусу, мы отдельно, мы тех не знаем. Они, наоборот, и эти говорят, мы Китай, и те говорят, мы Китай, понимаете? То есть, они все Китай. И мне кореец выдал такую идею, мне, кстати, она понравилась, он говорит, два китайца решили развести белого, типа, мы деремся, деремся, и под шумок денег, и тот получил, и этот получил. Ведь США и весь мир, если бы это так было. Весь США и весь мир сотрудничает и вкладывает деньги как в Китай, так и в Тайвань. Заметьте. Я не верю вашему корейцу. Почему? Я просто, ну, потому что я знаю, что ваш блок активно эксплуатирует бывшие свои сателлиты, особенно тех, кого он проплачивал, таких как Украина. Можно было бы так сутать. Подождите, подождите, мы сейчас говорим о Китае и Тайване. США вкладывается. Ровно то же самое. США вкладывается. У Китая есть программа до 36-го года мирной интеграции с Тайванем. Но ее не дадут осуществить, потому что Нэнси Пелоси прилетит вовремя и покажет, кто здесь хозяин. Старушке уже 82 года. Оставьте ее в покое. Мы же понимаем, что за этим кто стоит. Нэнси Пелоси это просто кого не жалко, а вдруг собьют действительно. Но по сути, это политику какую ведут государство Атлантического, как сказать, Альянса. Когда она туда... Разделяют близкие народы друг к другу. Или один народ, как у нас, Украина, как Тайвань, или в принципе... Это вчера началось? Это везде. Вот так активно, да? Нет. Подготавливать весь мир к войне, да, активно. Так всегда было. Так всегда было, да. Было, но вот так вот в наглую началось вот только сейчас. Это политика англосаксов всегда такой разделяй и властвуй. Всегда так было. Вы просто купились на это. Вы, опять же, я сейчас, может, кто-то там сейчас, не кто-то, многие ко мне выразят недовольство, но Российская Федерация в свое время упустила из сферы своего влияния Украину, которую... Тут же пришел кто-то другой, который взял под крылышко. Не, не так было. Ну, давайте расскажем. Как будто первый раз, как говорится, вот это самое. Это я так вижу. Вы знаете, по-другому скажите. Не так было. Было так, когда был Горбачев. Вы же еще помните, я же даже помню Горбачев. Конечно, помню. Я еще в армии там... Был разговор о том, что охватит-ка нам вот этой вот двуполярности. Давайте все дружно в ритме танца будем все большими друзьями. Так же было. Все, давайте разрушим стены берлинские, давайте разрушим коммунизм и вместе ставим все буржуитскими. Об этом Путин говорил много раз. Он продавал в 2004 году заявку на вступление НАТО. Почему ее никто даже не рассматривал? Как вы думаете? Я вообще не понял, зачем вам она? Нам нарисовали мир, нам нарисовали мир, где мы, Украина, Беларусь, значит, Казахстан. Мы все часть этого дружного европейского сада дивного. Мы все там. А потом они стали говорить, что да, да, мы все идем, но вот Россия немножко себя не так ведет, отталкивая, так сказать, Россию от этого. Причем в это время подталкивая к себе других. Я понимаю, это политика англосаксов, но они не исполнили свои обещания, данные от Горбачева, начиная и впоследствии. Это было, конечно, ошибкой считать, что они договороспособны. Я тут не сомневаюсь. Но со стороны России было сделано все, чтобы не допустить вот того, что сейчас происходит. Ведь можно было впустить и НАТО, в это НАТО и Украину, и Россию, и Беларусь. И тогда вопросов бы не было. Но политика была абсолютно другая. У меня вопрос, тогда Евгений. Может, я чего-то не понимаю. А зачем России в НАТО? Против кого дружить в НАТО было бы? Против кого вообще было бы НАТО? НАТО – это оборонительный блок. Россия в НАТО против кого? Должен быть общий враг. Кто общий враг? В этом-то и проблема блока НАТО. Что нужен враг. НАТО – это оборонительный блок. Против кого-то. Если Россия вступает в этот блок, тогда кто будет врагом? Все. Я же вам о чем и говорю. Варшавский блок был устранен за ненадобностью. С НАТО нужно было сделать ровно то же самое. И сделать большую Европу от Владивостока до Лиссабона. Как это было? По проекту. Так было нарисовано тем, кто сдавал Советский Союз. Понимаете, да? Для того, чтобы мы перестали друг другу шкубаться синий с красными. Давайте вы поменяете цвет, перекройтесь из синих и мы все аннулируем и будем жить тужно. Но ведь это же было неправда же, понятно. И Россия сделала все. На встречу пошла этому предложению Россия полностью. Нельзя сказать, что это Россия спровоцировала. Я не сказал, что она спровоцировала. Вы опять же, вы передергиваете мои слова, Евгений. Я вас уважаю как блогера, человек. В данный момент вы передергиваете мои слова. Я не сказал, что Россия спровоцировала. Я сказал, Россия выпустила из сферы своего влияния. Я не сказал, спровоцировала. Я догадался, что ее надурят. Понимаете, да? Вы знаете, я сейчас скажу грубо по поводу наших руководителей в то время, потому что я тоже в Советском Союзе в то время жил. Но кто виноват, что лоха развели? Ну, я не думаю, что это прям лох. Они были не тупые, они были жаждущие власти, той, которая была вооружена. Нет, подождите. Я говорю сейчас про Горбачева. Выведя войска, я, кстати, служил в западной группе войск, выведя войска из западной группы войск, позволив Германии объединиться. То есть, такие вещи заключаются контракты по поводу нерасширения НАТО и всего остального. Они так за столом сто грамм вмазали, руки пожали, ну чё, не будем, Рашюта. Да, конечно, ты же наш брат, Горбачев, ну ты же молодец, чувак, во. Правильно? Развели? Развели. Это когда ты собираешься вести политику, ты хочешь, вот ты пришел к людям, ну, сдавать комнату, я не знаю, что-то сделать, ты говоришь, я вам не доверяю, давайте договор. А когда ты сдаешь там племяннику своему, ты же говоришь, вот все, братан, куда-сюда, понимаете? Вот почему-то, почему-то наши считали, что им вот все дадут. Без всяких договоров все случится. А если ты начинаешь диктовать условия по сдаче Берлина, значит, стены маршавского блока, то ты, как бы, вроде начинаешь выделываться. Может быть, они боялись, что они из-за того, что будут выделываться, на них обидятся и накажутся. Вот именно это и есть. То есть, они уже себя не ощущали равнозначными. Они считали себя слабее. Поэтому они боялись. Сильный бояться не будет. Как я же не оправдываю их. Да, они сдали Советский Союз. Но вопрос же в том, что вот тут бы Атлантическому Альянсу подсуетиться и поставить свое, так сказать, доброе лицо по отношению Какое доброе лицо? Бизнес? Вы что, издеваетесь? Какое доброе лицо? В этом-то вся и проблема. Бизнес. Какое доброе лицо? На Россию все всегда... Вам уже пора привыкнуть. На Россию все всегда смотрели как на ресурс... Получается, как с Эппольом будем с вами всегда воевать. Как на ресурсную базу. Понимаете? Самое главное не война, а самое главное ресурсы. Понимаете? Всегда смотрели. Вы огромный. Вы занимаете почти целый континент. Но мы могли бы жить внутри этой семьи по логике многих руководящих людей, да? Да. Имея эти ресурсы, как какая-нибудь там Норвегия, да? Продавая их, понятно, что для своих там подешевле, но продавая их все-таки, да? Но они же для нас приготовили участь еще хуже. Правильно. Корпорации... купи, подороже, продай. А если еще дешевле, то лучше так забрать. И вот у меня вопрос. Как же вы, советский человек, смиряетесь вот с таким вот образом жизни? В смысле? Ну, почему вы выбрали Соединенные Штаты? Когда я выбрал для того, чтобы когда я выбрал Соединенные Штаты, я выбрал Соединенные Штаты, потому что продали не только Советский Союз, но налево-направо продавали и Россию. Продавали все. Вспомните своего первого президента. Я удивляюсь, как вы вообще остались целиком. Молодцы. Я вам вот здесь я вам даю комплимент. Я даю комплимент вашему новому руководству, которое пришло после вот этого алкаша. Молодцы, вы удержались. Разваливали все. Вы же не ответили на вопрос, Александр. Как я выбрал США? Да. У меня был выбор, да, у меня был выбор либо Россия, либо США. Моего государства перестало существовать. Для меня что Россия, что США в тот момент были одинаковы. Ну, в смысле просто вам нравилось, что ли? Нет, вообще никогда. Я когда даже уезжал, я думал, как я там буду жить? Никак. Я из Таджикистана неосознанно, короче, да? Я из Таджикистана, то есть был выбор либо туда, либо туда. У вас ничего хорошего в то время не было. Дефолт за дефолт. У меня не было, я в Киргизии живу. Я не говорю, что у вас. Я не говорю, что у вас. Я говорю, в России. То дефолт, то еще какая-то, то еще какая-то, то его 500 дней, то еще какие-то Чубайсы, Гайдары и вся эта шлота, которая мне абсолютно не нравилась. или неизвестность была США. Я выбрал неизвестность. Все, понял теперь. Я понял. Ну что, будем, значит, с вами концептуально расходиться и мочиться. Но это не наш выбор, опять же. Наши двери открыты, как сказал Путин. Ну, это каждый говорит, что наши двери открыты. Но вы должны для этого. Вот это, вот это вот. Завтра Трампушка приедет, Трампушка приедет. Вообще без разговоров мы его примем и будем, это кажется, и баранки, и танцы, все будет. Я попробую с ним договориться, может, в одном самолете прилечу, слушайте. Мне он тоже импонирует, Трамп. Мы, мы даже можем вообще с этими, с украинцами даже вот с этими последними договаривались и то пытались. Чего уж там с американцами. Американцы, кто хоть понятнее, они хоть за бабки. Сильные, сильные всегда могут договориться. Будьте сильными. Придется, придется. Вот придется. Когда вот здесь вот я смотрю, многие говорят, вот они там нас не примут или они там нас не понимают. Когда ты сильный, тебе пофиг. Тебя и примут, и поймут, и все остальное. Поэтому я всем рекомендую, будьте сильными. Вынуждены, да, вот вынуждены. Причем вынуждены, не вынуждены. Нельзя, нельзя доверять гегемону. Вот я о чем говорю. Никогда. Мир двухполярный. Гегемон в однополярном. Мир должен быть двухполярный. Есть плюс, есть минус. А сейчас какой у нас? Ну а кто виноват? Вам оставили нормальную страну. Я понял это, да, это Россия виновата. Слушайте, вы как вам... А кто виноват? Вы не хотите там в Киеве присутствовать? Смотрите, весь мир согласился с гегемоном, что он будет править, что он будет всем диктовать свою волю. Ну так, диктуй свою волю не как какой-то вот тиран, а как добрый хозяин. Но не получается. А вы не согласились с этим? Очень поздно. Россия согласилась с этим или нет? С гегемоном? С чем? После развала Советского Союза. Россия согласилась? Ваш президент первый согласился, что есть гегемон один? Конечно. Все согласились в мире. Китай согласился. Все. Никого не было. Конкуренцев вообще не было. И эти... И разоружения сделали. И самолеты свои там от счастья пилили чуть ли не лобзиком. Было такое. Ну это украинцы. Ну и вы тоже. Тоже разоружались. Не, ну мы производство уничтожили. А не самолеты. Самолеты не остались. Как факт. Все согласились. Сейчас обвинять кого-то там. Россия виновата. Еще кто-то виноват. Я никого не обвиняю. Как факт. Глянуть в историю. Все с этим согласились. Никто не попытался выступить против. Опять же. Вы были ослаблены. Ну согласились. Хорошая была картина нам представлена. Какая хорошая картина. Макдональдси, джинсы, жизнь, видики. Будем смотреть Рэмбо. Мы же все... Мы все хотели не воевать. Понимаете, да? Мы же хотели жить в мире со всеми. Нам предложили наши верховные... Ну я-то прося-то не молчу, но я понимаю, как людям это преподносилось. Предложили вот другую картину мира. Другое восприятие реальности. Сказали, хватит нам в противостоянии. Холодная война, все дела. Давайте вот нам предложили жить в мире с ними. Будем как они жить. Понимаете, да? И не воевать. Ну кто не хочет... Кто не хочет закончить холодную войну? Кто не хочет уйти от конфронтации? Конечно, нормально человеческое жить в мире, смотреть видики, кушать гамбургеры и все дела. Понимаете? Какое место занимает Россия по продаже оружия в мире? Наверное, третье. Может быть, второе. Второе, третье, я думаю. Смотря кто сейчас как. А как можно продать оружие? А, вы имеете в виду, что надо начать войну? Должен быть. Нет, это реклама. А как можно его продать? Должен быть какой-то враг. Иначе люди у тебя не купят. Правильно? Должен быть какой-то враг. Для того, чтобы продавать. Либо еще что-то. Но люди должны почувствовать, что есть какой-то враг, который когда-то на них потенциально может напасть. Поэтому они вооружаются. Правильно? Поэтому вы делаете бизнес. И они делают. И мы делаем бизнес. Нет, нет, мы не делаем бизнес на этом. Но мы же только что согласились, что Россия занимает не воротов. Нет, я вам просто объясню. Понимаете, чтобы продавать и навариваться на этом, хотя это не самая большая статья, как говорится, но чтобы на этом навариваться, нужно, чтобы другие воевали, а ты не воевал при этом. Тогда ты сам у себя оружие не покупаешь, а другим продаешь. Как это американцы делают? А вот когда у тебя, собственно говоря, под носом то, что тебе подсунут, или тут какой за... Мы сейчас вот могли бы куда-нибудь в Ливан отправить тысячу танков, но мы не можем. Нам самим нужно. Видите, какая продажа. А заметьте, что сейчас происходит. Сколько у вас нового оружия появилось сначала с СВО? Ну, это всегда так было. Немцы начинали на чешских танков, закончили королевским тигром. Правильно. За четыре года. Правильно. Американцы сейчас тоже разоружают всю Европу и будут вооружать ее потом. Свой ВПК будет работать. Ну, уже работает. заказы уже... Конечно, работает. Поэтому... А США свое ничего не отдают. Заметьте, ни одного Ф-16 США не обещали отдать. Бельгийские, шведские, нагрежские. Старые, да, я понимаю. Все старье отдать, потому что Ф-35 надо пропихивать. Понятно. Поэтому идет перевооружение просто. Как это не цинично? За счет смерти людей идет перевооружение. ВПК тарахтят оба. И Соединенных Штатов ВПК вовсю тарахтит. И ваш ВПК вовсю тарахтит. Ну, нас для нас пока тарахтит. Потом, когда, может быть, до Тайваня будем тарахтеть, а сейчас пока тарахтим для себя. Тарахтит, развивается, правильно, на будущее. Ну, это деньги внутри себя, понимаете. Они как бы извне не приходят. Вот нам бы в Уран сейчас бы продать лучше. Или в Индию. Как вы думаете, цена Ланцета сейчас поднялась? Ну, если он в Сирию вышел, я думаю, что нет. Не для вас, не для вас. Если в мире, возможно, как реклама, да. А для Российской Федерации, я думаю, в Сирию, что... Не, ваше нет. Я имею в виду в мире. То есть, если придется когда-то продавать. Продалась? Реклама прошла ему? И что? Ну, не что. Ну, к чему вы? Ну, к тому, что после войны наступает мир. Александр, этот конфликт кровавый на востоке Украины, значит, и на западе у нас, да, он приносит убытков больше для нас, чем реклама «Ланцет». Правильно. Я «Ланцет» взял как отдельно взятый пример. Обычно после войны, если возьмете послевоенное время, Соединенные Штаты, тот же самый Советский Союз, та же самая Европа, 50-е годы были золотые годы. 50-е, 60-е годы. Правильно? Когда уже люди немножко оклемались от войны, а потом пошел именно хорошие годы. Нет? Где? В Штатах? И в Штатах, и в Союзе. Ну, и в Штатах, и в Союзе, да. Люди устали от войны, хотели мира, да. Рожали хорошо, жили хорошо. То есть, началось, знаете, пошел нарратив в хорошую сторону, то есть, нормальные годы были, самые нормальные годы, 60-е, 70-е годы. Ну да, если учитывая, что мы потеряли десятки миллионов людей, конечно, куда уж... Вы сейчас вот берете акцент, ставите туда, война закончилась. Это знаете, это как тебе набили морду, у тебя лицо всего пухло, но зато ты сейчас лежишь и поправляешься, телевизор смотришь, на работу не пойдешь. Понимаете? Это как бы, ну да, нарратив... Ну а было бы лучше, если бы тебе набили морду, а после этого еще ходили, тебя пинали, и тебе и так плохо. Так было у немцев, да. Но их откачали. После Первой мировой? Да, и после Второй что-то. Ну так их откачали потом? Откачали, да. То есть все равно 50-е и 60-е годы для них тоже были хорошие. Развитие шло, все осталось. С одной стороны план Маршалла, с другой стороны Советский Союз, Варшавский договор вкладывал кучу денег. Соревнования были что-либо? Ну, хорошие, да, если бы всего не было. После, конечно, этой драки это хорошее, а так в целом-то в общем-то... Но драка всегда плохая, драка всегда плохая. Надо смотреть в будущее, что после драки наступает мир, и наступит процветание. И дай бог, чтобы быстрее вот эта драка закончилась. Александр, ну вы живете в такой стране, вы же понимаете, что она снова начнется. Не там, так в другом месте. Пусть у вас закончится. Просто вы будете не так причастны к этому. Пусть у вас закончится. Какая вам разница, что в другом месте? Если только за нас, тогда, конечно, согласен. Ну какая вам разница? Вы сильно переживали, когда где-то в Африке тут сихуту молотили? Ну, если бы это было нам близко, конечно, переживали бы. Не, вы сильно... Не, вопрос был... Вопрос не был. Если бы... Вы сильно переживали, когда там это было? Ну, об этом писали, говорили, да, это было нехорошо. Это было нехорошо. Вы переживали, поэтому вы спать плохо ложились, вы собирали деньги там, подсылали. Да, мы и сейчас как бы ложимся на работу. То есть, вообще никак было, правильно? А сейчас это вас лично затронуло, да? Это ваш конфликт, это страшно. Да. Думаете, как? Лучше в Мексике замутить? Ну, чтобы коснулось это там и ваших тоже. Как думаете? Работать нам в этом направлении? Вот я хочу... Я бы хотел бы, вот если бы у меня была возможность, в МИД бы попасть, да, в специальные спецслужбы, я бы работал бы в этом направлении. Ну, чтобы как бы баланс был, чтобы тоже было хорошо всем, американцам. Чтобы они почувствовали вкус политики, так сказать. Да. Баланс. И что? Вам бы от этого легче стало? Да. То есть, если бы гибли мексиканцы и американцы, вы бы сидели и кайфовали от счастья? Нет. Почему кайфовали? Я бы был удовлетворен, что моя страна умеет проводить колоссальную политику. Ведь ваша страна удовлетворена своими действиями. вас бы удовлетворило, то вас бы удовлетворил тот факт, что десятки тысяч гибнут со стороны мексиканцев, десятки тысяч со стороны американцев. Вы бы сидели полностью удовлетворенно. Я бы сидел удовлетворен, что это не на Украине происходит, а в Мексике. Вот как вот вы сказали. Вот сейчас вот ваше правительство удовлетворено, что это не в Мексике, а на Украине. Или там в Польше, где там они там будут. Или еще где-то в Израиле. А у них все тихо, спокойно, гладко. А я бы был удовлетворен, что было бы у меня спокойно, то есть смерти людей вас удовлетворяют иран бы нам бы помог смерти людей вас смерти людей вас удовлетворяют это понял если люди придумали такую форму значит что обязательно где-то должно что-то полыхнуть так пусть она полыхнет у вас следующий раз они у нас вот я так думаю ну так же интереснее же я бы хотел чтобы этого всего не было ну как бы мы надеялись что как россия которая сдала все свои позиции мы бы хотели чтобы вообще вообще евгений как евгений взрослый человек вы толковый одну секунду одну секунду я опять же я отношусь как как блогеру с уважением вот вы говорите мы хотели мы надеялись кого волнуют ваши хотелки и надежды в мире руководствуется все правой си правом сильного правом сильного поэтому нельзя быть слабым чтобы кого-то там удовлетворить будьте сильными тогда вы будете договариваться чтобы такое не происходило вот видите вот а вы говорите про людей про сотни тысяч мексиканцев как говорится ну право сильного можем делаем вам революцию подожди же нет не сдаем вам проблемы разве молодец взял все перевернул бы чисто потому что я американец да чисто поэтому взял супер вернул к вермаган я понимаю как это реализовать право сильного как мы вот по вашему что мы должны сделать право сильного что значит для вас чтобы россия проявила свою силу как право сильного это когда на тебя смотрят знаешь у него надо что-то забрать а потом так глянули то ну его нахер он блин еще и отхватить можно лучше его не трогать лучше попробовать договориться вот такое право сильного но у нас нас лучше не трогать у нас есть ядерное оружие мы в прямом конфликте с нато сделаем проблему всем странам но есть же прокси силы как чувака украина а ваш блок вроде как бы и он как бы отдельно стоит понимаете в чем проблема он стоит отдельно и говорит да мы вообще тоже украинцы но мы все понимаем кто за этом стоит вот почему бы нам не создать у вас и поучиться и не создать что-то такое в мексике или в канаде ну это же микси это же мексиканцы период из песни если получится если это допустят вот если это допустят если это мое государство допустит я первый кто выйду и скажу а какого хрена обязанность каждого государства обеспечить безопасность своих жителей это прежде всего это главная обязанность любого государства для этого мы выбираем правителей для этого выбираем президентов и всего остального которые первую очередь обеспечивают нашу безопасность одно дело смотреть конфликт по телевизору другое дело смотреть как у тебя над головой пролетает ракета это две разные вещи аплодирую вот вам вот то есть задача любого руководителя которого я легитимно поставил своим голосом на выборах обеспечивать безопасность моей страны конечно правильно поэтому исходя из этого мы понимаем что то что сейчас происходит на украине это именно та самая безопасность для россии так или нет да все самое главное чтобы я просто понял а то просто говорили что вы говорите что россия агрессор я же не верил в это а но это свинепух говорил по моему да напел птичка как вы говорите птичка на птичка на птичка на пел и за себя к нему кто вам сказал что кто вам сказал что за вас еще кто-то кроме вас будет переживать на нам просто говорят что как бы вы чё свои интересы там вы в украине свои интересы конечно ваши интересы вы должны заткнуться и сидеть конечно вашей нет у вас есть там интересы прежде всего потому что у вас там граница это ваша безопасность это ваши интересы прежде всего все все тогда все самое главное понятно объяснил я тут теперь согласен сами или дальше продолжим троллить если жизнь на марсе если нападут кто-то кстати смотрите вот когда конфликты большие происходят вот этот фильм например день независимости помните этот американский когда прилетели марсиане все объединились весь мир людей до людей объединяет общий враг общее зло понимает но победили их американцы в голливуде снимался вы хотите чтобы вы победили снимите на мосфильме вы победите мнение вот если бы снимали на мосфильме мы бы показали дружбу народов конечно же коммунистических понятно всех социалистических стран уже социалистических которые вместе дружно с китайцами там со всеми мы победили с китайцами тоже знаете будьте осторожны я понимаю я к тому что если по нас на мосфильме вы снималась мы бы это дружно она за три танкиста помните там там кто там были три танкиста и собака помнить внутри поляка грузины собака грузин поляк три поляка заряжены собака могли бы просто чисто русских засадить сказать вот только русские воевали никого а мы даже 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 контария даже знамя но почему нет украинец и грузин мы даже себя ущемлять готовы лишь бы показать как мы со всеми дружим пить а там вот только американцы победили я вам я ли даже больше скажу я лет восемь назад был в хьюстоне там есть музей аэронавтики я ну хьюстон знаете любят говорить хьюстон выгода trouble да так вот там центр управления полетой там музей аэронавтики и вот восемь лет назад я там был и там экспозиция такая была то есть союз аполлон астронавт был американский астронавт костюм и российский кассе советский космонавт костюм то есть два костюма двое модель и модели разве наш костюм 22 но подожди уже секретно вы чё до сих пор этими пользуетесь 70-х годов костюма работки да видите тогда летали а сейчас вот в американцы я могу закончить да 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 так вот стоял костюм астронавта и костюм космонавта рядом стоять чуть ли не за руки держались как типа статуи да вот это и я вам скажу такую вещь я полетел туда последний раз вот три года назад уже костюма советского рядом не было знаете и неприятно было это видеть на него пошли разбирать смотреть они убрали с экспозиции вот это вот это было неприятно понимаете из истории из истории убрали ссср вы хотите чё костюм хотя хотя туалет стоял прикольный такой туалет кстати вот космический туалет и там на русском написано там закрыть открыть был туалет стоял советский а какой какой-то какой-то это как ступа такая там как ступа и шланг то есть если по маленькому то шланг одеваем там же невесомость а если так или создать да то есть снова высасывая на туалет остался костюм убрали а вот я хочу спросить а вы видели у илона маска коцмонавты сейчас летают ну такие шлемах от мотоцикла сапогах крю дрэган они с собой туалет не носят заметьте мне интересно куда не как памперсы наверно памперсы так так и было до этого памперсы были да все-таки придумали уже туалет они все равно в папе садились ну когда россии были бани в европе там друг другу дарили в шагонялки по моему помните да ну тоже гигиена борьба ну да пока вы там дикие в банях купались а там можно было алмазную нас опять же дров много было мы могли себе позволить бани вот чем проблема да мы же лесные в основном жители у нас дрова кругу дома из дерева дрова везде а у них откуда у них все из камня там чем-то камнями топить что бани точно лучше чесаться как говорят моется тот кому лень чесаться кстати здесь у нас бани есть много и аборрик американцы любят ходить в баню молодцы и русская большего до класс приучать их надо даже это же и такой был напоследок анекдот расскажет модный такой анекдот четырнадцатом пятнадцатом году как этот барак обама пришел к пифе но гадалки это самое и я могу тебе сказать все что будет ну давай скажи мне расскажи мне какое ждет нас мою страну у меня какое ждет будущего будет великая война между китаем с россией против значит европы и сша он да это я без тебя знают и мне скажи в двадцать восьмом году почем будет хот-дог стоить 3 рубля я по тут про выше был 15 рублей говорю да 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 я за ну слушай как прогноз дайте этот кто там следующий вас привет будет ну думаем думаю трамп будет дума рамда ну для сомневаюсь что его пропустят в смысле сомневается мне кажется у кого-то протянет скорее всего ну у него все-таки подшатнулась уже к нему и мне кажется он кому-то отдаст свои голоса чем больше чем больше на него давят тем больше у него будет прибавляться голосов плохой пиар хороший пиар это прежде всего пиар у меня даже такое ощущение возникает что он возможно даже с тюрьмы выйдет и всех посадит кто их туда кто его туда посадил ну-ка сейчас кто кеннеди демократов идет значит трамп от республиканцев там карина нет 11 человек по моему это все это ничего не зайдет это ничего не знали ничего нет главное выходят когда вот с кеннеди такое дело что если вдруг у кеннеди единства два шанса всего выйти в гонку либо байден откажется идти либо скажут извини ты по здоровью не проходишь и тогда демократическая партия проводит свои праймер из и тогда только кеннеди попадает с 2 и 3 вариант если кеннеди скажет я иду как независимый но кеннеди так не скажет потому что семейство кеннеди демократическая партия это вот так а больше не будет новых кандидатов уже по вашим правилам невозможно сейчас выйти в гонку или еще будет но уже сейчас уже невозможно по моему у них уже прошли первые дебаты от которых трамп отказался трамп сказал я не буду принимать учения между сейчас например байден например в штанишке пукнет и скажет я не здоров как бы и вместо него например кого-то придумал не он не пукнет он уже сказал что он идет ну да он же место за собой как бы закрепил но может отойти скажем если не дай бог если не дай бог скажем ближайшие несколько месяцев он говорит так то тогда начинаются праймер из с демократической партии тогда получается он подставил демократическую партию надо хаотично начинать кого-то искать это не просто так ну кроме кеннеди кто еще кандидат вопья демократах вообще не разбираются они мне одним маслом мазаны ну ярких никого нет тогда же кеннеди недавно он яркий только то что семья то что дядя был президентом только поэтому я я за ними не слежу поэтому сказать о какой-то яркий я не могу меня нет он среди этих антиваксеров он хороший оборот имеет там он стоит за движением кью вот это его популярный движение я за него я не слежу за ним не она за республиканцами до слежу а за этим нет зря зря хотя если вы следите за республиканцами а приходит демократы сами удивились сами удивились когда шел спать на в двадцатом году в на выборы было да не в девять на 20 до 20 ночью ложился спать гаража пенсильвания это все решила пенсильвания трамп лидировал пять процентов голосов проснулся утром проснулся утром байдер лидирует 5 такого не может быть вообще такого не должно было быть ну стал вас красиво умеет шоу делать ну сделали шоу мы утром стали и все охерели от шоу извиняюсь за выражение ну ну бывает ладно штатам большой привет в россии всего доброго всем кто на стриме всего хорошего удачи вы вы помните что мы из вас теперь гегемона переделаем обратно в нормальную державу местного значения не обижайтесь на нас пожалуйста за это если у вас выпадет кайца а если обижена но нам деваться некуда если упадет у нас произойдет цепная реакция да поэтому нам побыстрее надо с вами рассчитаться чтобы уже ни у кого ничего не падала быстрее тем лучше всего удача доброго европы не признают его царем сильно будет сильно будет сильно будет